здравствуйте мои дорогие интересные школа рукоделия ядника сегодня мы пробуем новый формат видео я пробую вернее почему я пришла к такому решению потому что я просто физически не успеваю все связать чтобы я хотела и я решила что те модели которые очень простые висто исполнение я попробую просто так вот сделать формате объяснения описания вот сегодня мы разбираем вот этот жилет от zara опять же натолкнули на это меня вы потому что я его назвала бабским а вы сказали все пишут что он оказывается хит сезона в этом сезоне вот и что он очень модный хотя ну вот поэтому разбираем хит сезона жилет оверсайз да так что касается размера размер я вижу его где-то 70 80 сантиметров ширина изделия если в развернутом состоянии вот то где-то 140 150 сантиметров для начала конечно же вам нужно определиться с пряжей пряжа должна быть вот вижу я какую-то такую с шелком вискоза что-то такое струящиеся девчонки и такой падающие блестящие отключили у меня сми свет но я думаю это нам не страшно потому что у нас отключают весь день сегодня я буду рассказывать дальше такое что не будет стоять колом вот такие такая какая-то пряжа девчонки выбирайте нужно связать образец чтобы рассчитать плотность вязание вашу плотность вязание по плотности вязания определяем вот количество петель на все наше изделие как определить количество петель вот сейчас выскочит видео посмотрите вернее как определить да как определить количество петель вы можете посмотреть по вот этому вот видео в описании под видео чтобы вы могли посмотреть именно этот момент значит о свет появился вот значит вы высчитываете вот здесь вот здесь я так вижу 140 150 сантиметров на жилет оверсайз и по по плотности вы высчитываете количество петель которое у вас потом должно поделиться на 4 части потому что вот что вот если визуально разделить эту часть то у вас весь жилет будет делиться на четыре части вяжите резинкой там я я вижу пять сантиметров не более резинку тоже выбирайте на свою смотреть и там в оригинале понятное дело это машинная вязка и вон ее кто вяжет руками даже на не нужно пытаться как бы воссоздать потому что все-таки машинная вязка это машинная вязка вот нам нужно воссоздать модель правильно поэтому не бойтесь если у вас толще плотности да она в любом случае будет толще просто держите по модели вот далее до проймы визу опять же я сужу визуально как бы так по жилету где-то 35 45 сантиметров 45 сантиметров вот вы вяжете в высоту и вот где-то после резинки у вас вы должны ввязать карман карман вяжется отдельно но потом ввязывается для того чтобы он был ровненько расположен как это делается опять же видео сейчас в подсказке окину и под видео уже если вы досмотрите это до конца а потом уже перейдите из описания под видео и пересмотрите как сделать этот карман у меня есть подобное видео как сделать цельно вязанный карман единственная разница там он связан поточной вязкой а вы свяжите резиночку потом свяжите сам кармашек на ширину высоту определить его визуально то есть его можно сделать меньше больше уже на ваше усмотрение далее у нас идут убавки на пройму то есть далее мы разделяем вязание на четыре части вернее на три части где у нас вот эта часть 1 4 вот эта часть 1 4 и 2 4 это спинка и вяжем каждую часть отдельно что касается проймы и выреза горловины то я бы наверное их бы сделала в одной как бы точке то есть одновременно в момент когда я разделила я бы допустим вот эту полочку я вяжу я бы уже начала здесь убавки на вырез горловины и здесь убавки на трое опять же в оригинале там я вижу убавление идут где-то 3 петли от края и потом идут убавления по 3 петли вот но потому что эти в каждом четвертом ряду я бы сказала да эти убавления можно оставить девчонки вот только единственное что сказать после допустим три петли не довязывая до конца сделать вот эти три петли вместе потом три ряда вы провязываете изнаночной лицевой изнаночной и через три ряда снова делайте три петли вместе то есть это тоже самое что вы бы допустим делали в каждом лицевом ряду только в этом случае у вас будет через через один лицевой ряд убавляться сразу две петли значит сколько же убавление делать значит если смотреть вот по пройме мы будем считать это по сантиметрах потому что вы можете уйти далеко в плечевой скос а этого в этом жилете не нужно там очень такой нежный вырез он очень плавный он не резкий v-образный вырез а очень плавный поэтому вот здесь вот на горловину у нас но это половина до этой горловины у нас должно уходить где-то 8 сантиметров приблизительно не перегибайте не делайте больше не делайте очень открытый этот вырез вот 8 сантиметров потом еще сантиметра 3 будет планка и супер и больше не надо вот правда что касается вот этого его части на вот эта часть тут тоже видите там рука очень сильно спущен здесь большой проймы вам не надо тут буквально ну 5 сантиметров не более то есть вы просто вот эту меряете вот здесь вот да сколько здесь у вас это расстояние от ровной части до скоса вернее ширина этого скоса вот что что важно то есть вы достигли 5 сантиметров и заканчиваете с убавками убавок может быть у каждого свое количество у кого-то 5 у кого-то у кого-то 10 у понимаете зависимости от пряжи поэтому ориентируйтесь на вот эти 5 сантиметров здесь ориентируйтесь на 8 сантиметров не надо больше я вас прошу потому что у вас потом будет сползать плечо так и когда мы дошли до плечевой линии здесь бы я бы рекомендовала делать укороченные ряды по 5 или 7 петель вот от 5 до 7 то есть закончить плечо укороченными рядами оставляя здесь вот так вот не довязывая или закрывая петли до если толще пряжа то по 5 если тоньше пряжа по 7 и даже по 8 петель то есть нам нужно добиться вот этого скоса такого плавного чтобы этот оверсайд смотрелся красиво до линия плеча далее мы идентично вяжем эту часть и спинку спинку опять же уже вы свяжете одну вот эту полочку и вы будете понимать сколько вам здесь убавлять здесь можно на одну петлю убавить меньше ну хотя в жилете оверсайз это большой роли совершенно не играет так что ориентируйте чтобы не путаться в петлях ориентируйтесь вот по вот этим вот по вот этому числу вот сколько у вас здесь допустим 5 убавлений здесь же тоже делайте 5 здесь и 5 здесь соответственно здесь тоже самое там уже все одинаково далее вяжите на высоту вы уже когда свяжите вот эту одну часть уже вы сможете посчитать померять это уже просто да и потом спинку вяжем опять же вот таким незаконченными рядами вот здесь посчитайте сколько у вас будет ступенек вот этих незаконченных рядов или закрытых вот этих по пятерочке по 5 или по 7 петель штучек вот поскольку же сделайте здесь а сам центр закрыл закройте ровным полотном здесь 55 это образно я говорю вас может смотрите на толщину ниток чем толще нитка тем меньше количество петель соответственно здесь тоже самое это везде тоньше нитка большее количество убавлений добавлений сокращений тоньше нитка толще нитка меньшее количество вот и все а потом оставь когда вы сделали одинаковое количество петель все оставшиеся петли закрыли все у вас получится вот такая вот уже готовая конструкция уже с карманами и вы сошьете плечевой шов либо крючком по петлям либо петля в петлю кто умеет вот по окату наберете петли свяжите резинку уже той резинкой которые вы вязали здесь хоть один на один хоть два на два какой какой а какая какую вы любите больше той обвяжите только старайтесь я думаю одинаковое количество чтобы везде было как бы в этих обвязках чтобы она как-то цивилизованно выглядела вот обвяжите рукава и потом останется планка подробно планку как связать цель навязанную не пришивать не мучиться с ней и не добирать петли опять же вы увидите вот в этом моем видео я оставлю ссылочку тоже в описании так что все эти видео будут под видео в описании вы сможете пересмотреть и связать опять же этот жилет вы можете связать из любых ниток абсолютно ну в принципе вам только вы считать плотно связание и начальный набор петель все дальше вы едете автоматом и вяжите себе моднейший жилет все девчонки я надеюсь что хоть кто-то свяжет поэтому видео в жилет и и мне покажете мне пришли фотографии я очень жду все она сегодня все и пожалуйста напишите как вам этот формат я понимаю что это очень топорная работа но это лучше чем вообще ничего не донести потому что у меня меня разрывает я очень много всего хочу и я я осознаю что я не успеваю поэтому я решила еще вот вот такой вот такую форму подачи уже для как бы для уже опытных девочек попробовать вот все девчонки пишите свое мнение с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока а